всем привет у нас на улице снежок немножко идет стало очень светло и красиво и орхидеи начали играть совсем другими красками очень классно видно цвета у меня наконец-то моя сталин бош открыл этот средний цветочек вот что-то она как-то задумалась до его распуском вот и сейчас наконец-то открыла всю эту веточку очень красивый вот это ее еще одна веточка тут тоже будушки ждут очень красивая на люблю эту бабочку яркая я себе хотела еще купить в подобных расцветках забыла как она называется чего-то там египетская королева что ли или как-то так вот поставила броню продавца она мне забыла ответить кое-то ко мне пришла говорит покупательница я ее отдала хотя мы договаривались что я возьму это на чем-то было похоже у лены с харькова есть такая орхидейка она очень нравится там тоже такая красивая мутация очень не такие резные лепесточки они мне чем-то похоже со сталин бош просто сталин бош она выделывается иногда с мутацией а то вроде как бы если покупаешь с полной мутацией то я не могу сказать на сто процентов так цветет в общем старается по крайней мере вот такая вот красавица так открылся у меня вот тут первый цветочек с али 1 такого белора красивого он был красивее теперь не красивее светлее друг красивее он был светлее в прошлом цветении он был такими перьями этот в это цветение он такой более насыщенный красивые такие цвета такой красавец сейчас эта орхидея очень доступна бабочка чуть чуть дороже чем пилорик но они обе великолепные очень рекомендую присмотреться потому что растение действительно красивые цвета такие насыщенные вот и он не совсем закрытый тюльпаном приоткрытая такая то ли бабочка то ли пилорик так не нужно заглядывать там внутри так все видно присмотритесь красавица вот покажу еще раз своего микки крона более это растил цветочек уже стал чуть больше вот мне в комментариях задавали вопрос выгорает ли это орхидея да как и все желтые становится на более нежная но микки кролл не теряет своего шарма у нее просто вот этот вот основа становится более нежная но вот эти вот из вареньки как я говорю эти потеки они остаются очень яркие красивые но и яркая куба с губой ничего не происходит поэтому у меня я недавно что-то решила посмотреть посчитать сколько же у меня не бабочек в коллекции с почти 200 растений это у меня стандартов всего пять штук вот и 15 биглипов все остальное бабочки пилорики вот и микки крон это тот стандарт который будет точно со мной интересно увидеть бабочку может когда-нибудь бабочка микки крон тоже появится потому что есть всеми любимые сорта которые когда видишь бабочку просто у нас музыка вот я вставлю фотку я надеюсь на меня не видится я не брала фотографии из личных коллекций это фотки продавцов которые в украине продают растения вот может никто не видел как выглядит например бабочка арксрея ну конечно супер я за нее не боролась потому что арксрея в принципе проблемный и у этой бабочки с корнями тоже было не все в порядке и конечно же очень быстро забрали потому что это редкостная редкость это я первый раз и единственный раз такое видела как вот тоже сейчас еще фотку ставлю карина лоха бабочка допустим и вот еще две фотографии это орхидеи которые были летом они были в одном завозе с моей beautiful smile и я ставила ставки на все три такая цена даже озвучивать не буду я сдалась я даже не скажу что на полпути но очень дорого но они потрясающей красоты я думаю вот вы оцените вот я может быть иногда буду в свои видео вставлять вот такие фотографии конечно фотки чужие из личных коллекций я брать не буду я несколько раз вставляла но я спрашивала у хозяев нужно ли фотку использовать вот что-то очень редкое что я увидела у продавцов хотелось бы поделиться потому что огромное количество сейчас растений очень красивых приехала в украину приехала приезжает очень часто буквально раз в неделю что-то такое попадается ну просто нету нету не сил не как это сказать не силы не силы не воли не силы воли держаться и терпеть как вот на вчера допустим была воздушная тревога и сидели ждали читали новости думаю зайду я на минутку в контакт зашла выхожу одна из моих любимых продавцов выставила 20 секунд как выставила объявление но я не смогла его пройти мимо конечно конечно тоже тоже ухватила вот похвастаюсь расскажу вот тут такой вот мой красивый мочегард амазное небо вот такая красавица такие у нее видите бахрома такая с краешку а пятна полоски а губа красавица вот еще хотела показать посмотрите бутоны микки крона но тоже произведение искусства это так красиво у него все просматривается и внизу эти розовые пятнышки и варенька это и такой он весь динозавр такие яблочки прям я не могу конечно очень красиво на заднем плане это конечно орхидея чудеса просто селекции красавица здесь у меня на моем кухонном окошке все до сих пор только бутоница цвет носики совсем маленькие вот по несколько бутончиков всего лишь все-таки конечно темновато эта зима и мало им света поэтому и цветение соответствующее ну я не гоняю за пышными каскадами я и не понимаю как их можно уместить честно говоря на моих окнах если вот тут каждый даст по 20 цветов но это так этот как в эпицентре на привозе посмотреть найти ничего не видно все все слепилась в одну кучу я меня не расстраивает цветение на два цветочка зато посмотрите какие эти цветы красивые конечно beautiful smile она спустя где-то неделю там две она становится такая прям белая то не такой был молочный подтон вот сейчас она становится благородней какая-то она такая прям ну очень цепляет взгляд цветок такую форму красивую приобрел вот у него так питалии стоят такие немножко под наклоном но очень красиво это все выглядит конечно поэтому мне не важно два цветка на ней или 22 конечно конечно 22 это очень красиво но если она так зацвечет я буду очень благодарна но и меня не расстраивает такое количество цветов абсолютно я любуюсь сортом не количеством цветов вот тут цветет вот эта малышка все продолжает доращивать есть подозрение что мама моя собирается ее отжать я говорила что в следующий раз наверно она поедет к не рассказала что она очень рада будет скорее всего скоро она поедет в другой дом и я буду любоваться ею мама она сейчас очень очень бледная но она все равно красивая очень такая конопатая когда я покупала она была такая больше бежевого вот эта основа была сам фон вот сейчас больше крабушек и такая чуть нежнее но все равно такой переходик есть но красивая она красивая любители миниатюрных орхидей она красивая конечно хотя я вам так скажу я себя всегда убеждала что мне нравятся стандарты крупные цветы и так проще мне жилось мне не хотелось многое из мелких цветочков вот я купила себе паприку люблю ее больше года но мне не год где-то да и 8 марта покупала потом вот это моя пинг фламинго это любовь и я себе еще купила не крупное растение и прям прям я так скажу что я начала поглядывать начала поглядывать на мультифлор это знаете как я начала коллекционировать бабочек не было место мне на орхидеи и я подумала что бабочки очень дорогие редкие их сложнее купить и найти поэтому вот я буду тянуть не пять орхидей в месяц там одну в полгода то как я ошибалась вот потом я решила тоже отсечь часть желаемых орхидей придумав себе что я буду только стандарты коллекционировать но правда не крохи не красивых орхидей не бывает ограничивает место время на уход за ними финансы естественно тоже потому что красоты много но и стоит она тоже соответствующим вот а место так вообще критически вот так ну я это в принципе показывала тут особо ничего не поменялось вот у меня маракеш распустил еще один бутон вот и теперь он гордо цветет на два цветка черти что ну не знаю я ищу к этой орхидеи присматриваюсь у меня вроде как бы такой пятнистика нету бабочки поэтому она у меня есть но сказать что я сильно влюблена в нее нет нету такого вот ну я никуда не дену пусть цветет и радует может она думает свести как-то поинтереснее я передумаю вот буду показывать вам доснимать по чуть-чуть по мере под прихода моих новых растюх покажу что у меня появилось нового интересного это прям покупка не вот прям сейчас сейчас я просто не показывала потому что как видите нет цветов есть вот такой цветонос за замерзший и как бы и все вот есть одна фотография очень неудачного качества не очень сделано по ней я и покупала это 3 lips golden ягуара у меня есть бабочка вот и я себе купила 3 lips у него там хорошие корни но он как-то был посажен в крупный горшок ему там суховато было я посадила в свой любимый фитильный горшочек и очень так аккуратненько поливаю его знакомлюсь с растением знакомлюсь пока с ним вот просто попался на глаза девочка писала что вот срочно продает сказать ну типа решила выручить и ты и я сама не против это все-таки красивая орхидея мне интересно я хотела бы пилорик этого сорта видела у девочек очень красиво цветет похож на патрика вот но такой более нежнее сливочные пилорчик сложнее найти мне попался 3 lips единственный момент меня смутило когда я его получила на горшке было написано какой-то golden story или что-то такое было написано я хоть подумала хоть бы это не golden да он был вот этот который золотой рассвет закат потому что я не хотела я эту бабочку у меня есть соня грин айс они очень похожи вот и как бы я хотела вот именно крупненькую поэтому ну дай бог может эту почечку она дальше продлит и может хоть один бутончик даст посмотреть что там на самом деле было бы очень интересно вот так ну остальные сниму чуть позже посмотрите на этот один гордо открытый цветок а какой кучерявый какой красивенный я не могу это первая орхидея которую я купила от sony взрослую как-то я помню мне муж ее подарил я увидела это сразу какая-то любовь была я прям вот когда она вот действительно она пришла ко мне вернее первая пришла не это было другое растение но начали сразу от шеи отпадать листья желтое какое-то пятно было в посылке мне девочки продавцы сказали что вот если с ней что-то будет мол не переживайте мы вам отправим другую заменим и она таки развалилась вот я получила от них вот эту вот и конечно она когда зацвела первый раз это была любовь любовь я на нее смотрю я прям влюблена даже один цветок просто от него балдею очень красиво вот мне кажется что я тут темновато у нее очень размашистые листья я ее сбоку тут поставила на еще один биглиб размашистый вот но буду как-то перепланировать я менять в другое место потому что я думаю ей тут темно поэтому она и не дала ничего тут больше хотя тут планировался еще бутончик но он не развился у нее моя красавица переставлю на более светлое место и думаю что она может еще даст мне цветоносик или тут дорастит она в прошлом году доращивала бутоны красота уже такая ажурная не могу прям красавица так у меня подписчица попросила под крайне моим видео показать дженет брендан она тоже хочет заказать вот поэтому я сегодня поливаю и достала хочу показать я не очень помню показывали я эту распаковку когда я получила их но я точно помню что эти растения мне пришли перед моим видео моя коллекция от сони вот где-то там за несколько недель я получила их вот вот этот листик который надорванный вот этот как раз надрыв был прям в центре он был растущий очень маленький и вот был сломан листик в коробке я очень расстроилась что он не будет расти дальше вот какой он вымахал вот он был сильно поменьше и вот еще один такой лист большой она у меня нарастила я ее покупала в 2 и 5 а вот и растение растет хорошо вот быстро и растут и корешочки и вот я считаю что за такой небольшой период такие прям большие листья вырастить это тоже очень неплохо для такого малыша еще на мне не цвела вот все рассматриваю тут рассматриваю ничего пока нет пока занимается саморазвитием она у меня висит поэтому чтобы лист не заваливался и этот был так как поломанный я вот подперла такими двумя шпажками временно чтобы кустик был ровненький вот ну а вот пересажу конечно по убираю их конечно я как пересаживаю если он не очень крепко держится еще кустик то тоже подпираю на какое-то время пока корешки нет растут вот вот такая вот малышка ну как уже не малышка вот фу-фу на нее пусть растет вот видела в сети хвастается девчата домашним цветением очень красивая бабочка салатовая с такой легкой крабушкой мне нравится бабочка скульптор но дорого за нее хотят мне кажется не стоит столько европеец а вот это вот очень достойная замена скульптора даже по моему ярче вот так что такая малышка пишу поделиться своей новой красавицей примята с коробки поэтому снимаю сразу не знаю цветочки эти отвалятся или не отвалятся поэтому решила сразу вам показать ее как только открыла на немножко примялась но она такая очень плотные листочки она как бабулеточка моя тамара вот сейчас ее многие выставляют под именем оболония промаркирован прям горшочек вот это растение которое последнее время очень часто мне встречалась но встречалась она мне стандартном цветении и мне очень очень нравилась она и мне повезло и как-то мне вообще последнее время очень нравится пилорики вот и попалась мне эта красота в пилоричной форме эта красавица афро там конечно целая вселенная в этих лепестках скрыто тут переходы от желтого к розово-фиолетовому с оранжевым полоски эти ну она конечно очень красивая прям прям невероятная я вот сейчас вечером сниму буквально несколько минут покажу вам ее поставлю на подоконник возможно немножко попою разровняется станет презентабельнее то я еще днем досниму кусочек покажу вам ее но она конечно очень красивая единственное смущает на розетке есть и два срезанных еще цветоноса один с этой же стороны с пазухи ниже один с другой стороны опять вот меня вопрос кем же ты будешь свести дома вот ну в любом случае мне стоило попробовать а вдруг она будет полным пилориком и дома она очень красивая поэтому я вот не удержалась у меня несколько таких рыженьких новиночек пополнения вот посмотрела видео марчеллы из кишинева и прям загорелась у нее расцвел пилорик пьячензы у меня три липс есть такого растения я как-то показывала вам очень-очень маленькая деточка которая возле пальчика фоткала ее размер а вот и мне захотелось тоже себе пилориков и вот как-то раз и попалась несколько рыжих пилориков но я взяла только один был еще пилорик как как у меня развалилась ой как же она называется такая расцветки креветки она вылетела с головы но если вспомню то или напишу ли фотку добавлю забыла я тоже такая в полосочку у меня бабочка была вот но не не смогла ее спасти вот и был тоже пилорик это растюхи вот но это мне больше понравилось как-то я сразу рассмотрела а потом увидела что у продавца на горшочке видно название увеличивала в миллион тысяч раз чтобы увидеть название и увидела что все-таки это афро вот она очень красиво мне кажется на солнышке будущей помбейски переливаться у нее тут основание лепестков такие более затемненные кончику она высветлена вот поэтому меня такая красавица пополнила мою коллекцию очень я рада этому событию завтра с утра забираю еще одну малышечку и еще две у меня в пути вот поэтому вот так такие новости покажу еще несколько кадров при дневном свете и и у нас опять погода такая не особо снимательная но хочется мне очень поделиться прямо уже я как этот у меня мужа любимая фраза как заинтриговать женщину как завтра утром расскажу и я такая я вам покажу то что вы никогда не видели и уже прошло сколько времени никак не могу показать вот потому что снег минус и никак не дойдут до меня мои растения еще и были очень мокрые они когда их купила поэтому надо в общем дождаться просушки поэтому покажу покажу как есть вот я ее немножечко немножечко вчера напоила она вот тут она помните такой заломленный вечерком бы у нее этот хохолок она тут приподняла вот такая малышечка растение очень красивая я тут вот сейчас понервирую тех кто не любит когда так делают вот посмотрите какие всполохи на краешке у нее лепесточков такие очень конечно она очень много собрала в себе всего интересного всяких переходов и цветов я еще может в следующих свои видео следующих видео может при солнце получится сделать несколько фоток я как-нибудь буду делать такие общие обзорчики и добавлю фотографию пока у меня такие есть вчера я делала под лампой а вот вот ее розеточка вот такие вот листочки и вот там у нее вот видите еще внизу два цветоноса тоже такие толстенные корни похоже она чем-то на тамару по строению что ли но про маркированные горшочки сорта это разные вот такая моя новая жительница новая моя любимая орхидейка и так я прям вот кинула сейчас глаз на пилор и именно бабочек у меня пока предостаточно взрослую бабочку от сони я еще одну заказала ну пока вот как-то мне очень глаз лежит на пилорике когда я вижу попадаются поэтому такая вот красота и покажу вам сейчас еще одну красавицу которая пополнила мою коллекцию бабулеточек о которой я говорила что теперь наверное мультифлорки меня тоже зацепили вот и вот в пару моей любимой уточки которая сейчас очень красиво цветет хоть и на один цветочек она какая-то особо ажурная в этом году вот появилась у нее вот такая мультифлорная подружка как-то мне это растение очень сразу бросилась в глаза несмотря на то что в этом завозе были более редкие бабочки вот ну цена конечно я ничего не говорю было у более редких бабочек соответствующая там была в завозе бабочка феррара и бабочка карибиан дим на которую я все присматриваюсь не знаю возможно когда-то она у меня и будет надо мечтать и правильные мечты в космос свои желания отправлять и все обязательно будет вот но вот эта малышка меня зацепила с первого взгляда во первых я такую не видела нигде ни у кого кстати у кого есть такой сорт напишите мне пожалуйста название у нее такой цвет какой-то красно-коричневый терракотовый не знаю даже как его описать у меня нет подобных орхидей у нее довольно крупный цветок как для мультифлоры на поломанная конечно поломанная этот продавец аккуратно не пакует растения к сожалению и такой вид у нее потрепанный хотя у нее три цветоносика и вот еще как бы цвести и цвести в третье сзади повернуты в другую сторону тут бутоны засохли и поломанные цветы в общем вот но тут и вижу уже оттопыренные почки поэтому возможно я по подрезаю по почечке хотя тут еще несколько бутонов есть живых блестящих я им возможно там шанс вот покажу вот эту вот этот цветок он докумене побитый вот вот такая красота очень-очень плотная прям очень плотная на невоская на резиновая такая цвет цвет просто просто огонь защипы желтые губка неоновая с пятнышками внутри очень это все красиво смотрится это гроздочка ну я прям да я влюблена в нее очень красивый цвет и повторюсь у меня подобного нет ничего очень красиво вот такая вот малыша не дополнит мою коллекцию бабулеточек так что вот такая вот малышка у меня поселилась я выставлю видео сегодня и скорее всего как получу два растения просто сделаю отдельное видео и может добавлю что что распустилась посмотрите не знаю это какой-то какой-то космос и но вот кто еще не распробовал эту мутацию вот наверное попробуйте с этого растения ну вот как это можно не любить посмотрите как переливаются сипалии они засыпаны вроде блестками ну что можно говорить об этих рюшах я разглядывала этот цветок когда он открылся какое-то невероятное количество времени это то ли ленты знаете вот есть атласными лентами вышивают напоминают то ли какое-то платье то ли десерт но это орхидея невероятной красоты и я вот от чистого сердца советую кто еще кто еще не понял как это красиво моя от sony но сейчас по моему их много правда в маленьком размере мне удалось купить очень очень по хорошей цене и сразу взрослую я не знаю но это произведение искусства ну как как могут быть такие лепестки такие уже это нечто это нечто вот так о чем я выставлю я сегодня это видео и буквально завтра я получу еще одно растение и вот получу свою четвертую малышку и выставлю сразу наверное две новиночки и добавлю что у меня нового распустилась вот так что вот такие малышечки пополнили мою коллекцию я рада безумно чувствуется приближение весны хорошие новости тепло ну и конечно хочется новых цветов вот такая вот красота теперь живет в моем доме всем мира добра всего хорошего и увидимся в новом видео очень скоро